Приветствую вас! Мне бы хотелось начать свой ответ с того, чтобы немножечко задать вам вопрос. Вот вы говорите, что вы любите писать рассказы, и, в общем-то, вашим вопросом говорит, что вы пишете посты, а ваши рассказы не читала. Задикает вопрос, откуда она знает, что вы пишете посты, если она не читала ваши рассказы. На чём-то же она основывается в своих суждениях, правильно? Далее. Вы сами. Вот если пишете рассказы, вы сами, если это делаете, то очень важно понять, для чего вы это делаете. Для чего вы пишете рассказы? Если для себя, то вас не остановит никто и никогда. Потому что, ну, я надеюсь, вы сами это понимаете, просто, просто, если вы пишете рассказы, именно потому что это вы хотите писать, то никто вам никогда этого не сможет запретить, просто в силу того, что вы всё равно будете это делать. Другое дело, что современные технологии позволяют писать так, что ваша мама вообще об этом даже не узнает. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы этого, вот, пожалуй, один из самых важных вопросов. То есть, если вы пишете для, например, себя, то это одно. Если вы пишете для других, чтобы, ну, чтобы другие, например, как-то вот вас обвинили. Это другое. Немного. Понимаете? Вот. То есть, здесь надо вот определить сперва именно вот с этими, определиться с этими моментами. Потому что, ну, вот то, что вы пишете пока, это вообще не очень понятно. То есть, вы любите все эти рассказы, ваша мама против, как она может быть против, чтобы она никогда не читала эти рассказы, как она может называть это почлостью, тоже вообще для меня не очень понятно. На самом деле, ну, все-таки, вы понимаете, все-таки должен человек на счет, да, основываться. Вот. Если ваша мама против, то не стоит просто ставить ее в известность о том, чтобы писать рассказы и все, и писать, ну, не знаю, там, где она не сможет его увидеть, а ей ничего не говорить. И действовать, да, как вам сказала моя коллега. И, в принципе, все. Рано или поздно ваша мама увидит, что вы, если вы действительно пишете, ваша мама увидит, что вы, например, прославились, и, в принципе, это будет означать, что она не права. И, в свою очередь, она признает вас, и уже не будет называть это почлостью или чем-то еще. Кстати, а даже если почнуть, то что в этом плохого-то? Почему ваша мама считает, что это плохо? Ну, вы пишете дождь, вы хотите писать, и все. Опять же, проблема здесь в чем? Какая? Это вот то, что вам можно сказать, отвечая на ваш вопрос. То есть, будьте более уверены в себе, и если вы пишете, то старайтесь для себя все-таки определять, собственно, а зачем вы пишете ради чего? Что вам удивит? И, исходя из этих целей, просто вы устраиваете свое модель поведения. И я думаю, что вашу маму определенно невозможно заставить, например, полюбить ваше творчество или заставить ее принять это самое творчество. Это нереально. Вот. Но вам это и не нужно, если вы творческий человек, вы пишете в первую очередь для себя, и потом уже для других людей. И вот это вот нельзя забывать. Данный аспект нельзя забывать. Поэтому, думается мне, что вам важно вот эти вот аспекты для себя все же продумать, и, исходя из них, уже устраивать свою модель поведения. Кстати, если вы, допустим, по какой-то причине не уверены в себе, или, может быть, считаете, что то, что вы делаете, этого не должно быть, то это уже чисто ваша проблема, и с ней нужно работать отдельно. Потому что не уверены в себе, это довольно серьезная проблема, в первую очередь для вас. Поэтому в этом случае я бы сказал, что дело не в маме, а в вас. Нет, ну, то есть, мама, конечно, повлияла, мама, конечно, повлияла на то, как вы сформировались, безусловно, но по большому счету проблему решать придется вам. И весь вопрос в том, хотите ли вы этого. Если хотите продолжать заниматься тем, что вам интересно, тем, что вам нравится и тем, что у вас хорошо получается, то для этого нужно понимать, что всегда найдутся люди, которые будут вас обсуждать, которые будут недовольны тем, что вы делаете, которые будут не позволять вам делать то, что вы хотите просто потому, что этим самым вы выделяетесь среди них, и им неприятно, что вы выделяетесь опять. То есть, вот это вот все такие моменты, на мой взгляд, довольно-таки важные, и о них вам следует помнить, когда вы сталкиваетесь с таким видом деятельности, как творчество и отношение к творчеству. Кроме того, если вы сами пишете, то я думаю, вам известно какое-то количество историй людей, творчество которых также не было принято поначалу, но впоследствии эти люди обрели свое признание, просто потому, что они делали то, что им нравится, и я думаю, что это единственное, что вы можете сделать, просто действовать так, как вам кажется правильным, и все по сути дела. На этом, думаю, можно закончить мой ответ, надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...